Привет! Это второй выпуск из цикла Школа Живого Звука. И сегодня мы поговорим с вами непосредственно о звуке, а точнее о физике этого процесса. Разберемся, что это такое и выясним, чем же это будет нам полезно. Лично я убежден, что причина, корень многих проблем, с которыми сталкиваются начинающие, а иногда и более опытные звуки, операторы, как раз и заключается в том, что они плохо себе понимают, что же это за процесс звук. Более того, я думаю, что как только мы получаем понимание на уровне того, что мы можем представить себе в голове, как это выглядит, то многие проблемы и сам процесс работы со звуком становятся более понятным и очевидным. Итак, что же такое звук? Как можно себе представить этот процесс и можно ли вообще его себе представить? Я вам скажу неожиданную вещь. Звук можно не только слышать, его можно воспринимать разными органами чувств. Например, его можно видеть. И это не образное выражение. Если обратиться к Википедии, то мы можем найти такое определение, что такое звук. Звук – это физическое явление, представляющее собой распространение акустической энергии в виде упругих волн, механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде. В узком смысле под звуком имеют в виду эти колебания, рассматриваемые в связи с тем, как они воспринимаются органами чувств животных и человека. Для кого-то эта фраза может показаться нудной и неинтересной, но не спешите огорчаться. Давайте попробуем перевести ее на понятный нам язык. Итак, первое, что тут сказано. Звук – это физическое явление. Это означает, что это некое событие или процессе, за которым можно наблюдать каким-то образом или воспринимать органами чувств. Как именно, мы обсудим чуть позже. Далее, за этой фразой нам пытаются объяснить, что же это за событие. Но прежде чем мы углубимся в эту тему, давайте обратим внимание на второе предложение в этом определении. Я немного его перефразирую, чтобы оно было более понятным. В узком смысле подзвуком имеет в виду, как эти колебания воспринимаются органами чувств животных и человека. Другими словами, тут сказано, что то, что мы воспринимаем на слух и то, что мы привыкли называть звуком, это лишь небольшая часть всего процесса, который ученые называют звуком. То есть есть часть, которую мы слышим, а есть часть, которую мы не воспринимаем. Но все это один большой процесс, который называется звуком. Если копнуть глубже, то даже не сказано про слух или про уши. Тут в общем сказано про органы чувств. Другими словами, намекая, что звук можно воспринимать не только ушами. Звук — это процесс. И этот процесс не стоит на месте, он распространяется в этой среде. В нашем определении по этому поводу сказано, что это упругие волны механических колебаний в среде. Чтобы понять эту фразу, найдем в ней главное слово. И это слово — волны. Итак, процесс, который мы называем звуком, представляет из себя волны. Какой образ возникает у нас в голове, когда мы говорим о волнах? Например, это могут быть волны на море. Когда мы представляем себе эту картину, то, в принципе, мы уже на пути к тому, чтобы понять, как выглядит звук. Но хотя этот пример достаточно образный и наглядный, он не совсем корректный. А не точная она потому, что речь идет не просто о волнах, как на море, а о неких упругих волнах. Это новое для нас выражение, со значением которого нужно разобраться. Там же в Википедии есть пояснение, что такое упругие волны. Звучит оно так. Это волны, возникающие под действием упругих сил. Это колебания. Но, по большому счету, они никак не связаны с действием упругих сил. Упругие силы – это то, что помогает среде растягиваться и сжиматься. Разница в том, что в первом случае колеблется весь объект целиком. А во втором случае колебания происходят внутри среды. И это уже больше похоже на то, как распространяется звук. Итак, мы плавно переходим к загадочному термину «среда». Что же это такое? Во-первых, нам сразу дают подсказку. Среда – это может быть газ или твердое тело. А во-вторых, когда говорят, что колебания происходят в среде, имеется в виду, что колеблются частички внутри этого объекта. Например, это не колебания в среде, потому что колеблется весь объект целиком. В этом примере колебания происходят внутри самого объекта за счет сжатия, растяжения частичек, но в данном случае – этой резинки. Теперь давайте разберемся с фразой «механические колебания». Его нужно рассматривать в паре со словом «среда». Оба эти термина – и среда, и механические колебания – нужны для того, чтобы мы лучше понимали, что же именно колеблется. Когда мы говорим, что колебания происходят в среде, для нас это означает, что колеблется не весь предмет целиком, а колебания происходят внутри него. Но фраза «механические колебания» говорит о том, что колеблется не частички на атомарном уровне, или это колебания электромагнитного поля, а колеблется достаточно крупные частички, которые подчиняются законам ньютоновской механики. Итак, мы разобрали определение, что такое звук, на отдельные кирпичики, изучили каждый из этих кирпичиков. Теперь давайте соберем их вместе, чтобы получить полную картину. Звук – это процесс. Процесс колебания частичек среды, и этот процесс распространяется в этой среде. Теперь нам пригодится пример с волнами на воде, для того, чтобы лучше представить себе, как же этот процесс распространяется. В данном случае среда – это вода. Пока вода спокойна, очевидно, что никаких колебаний в ней не происходит. Но как только на поверхность падает капля, частички воды начинают колебаться. Эти колебания передаются соседним частичкам, и те тоже начинают колебаться. По воде начинают идти волны. Они рождаются в точке, куда упала капля, и расходятся во все стороны. Так как вода однородна, и так как на пути этих волн нет препятствий, они расходятся равномерными кругами. Как я уже говорил, этот пример не совсем корректный. А все потому, что мы не видим области сжатия или растяжения. Зато мы достаточно наглядно видим колебания, которые в виде волн распространяются по поверхности воды. Более того, важно понимать, что мы видим то, что происходит на поверхности, но такие же колебания происходят и под водой. И если бы мы могли, то мы бы увидели, как они, эти колебания, распространяются в виде полусферы от точки падения капли. Важно понимать, что звук может распространяться в любой более-менее однородной среде. Это может быть вода, это может быть камень, дерево, земля, любой газ. И от того, в какой среде звук распространяется, будет зависеть характер колебаний. Какие-то колебания мы можем видеть, например, волны на воде. Какие-то колебания мы можем ощущать, если приложим ладонь к поверхности. Но есть колебания, которые мы не способны ощутить никакими органами чувств. Но они, тем не менее, есть, это тоже звук. И тут может возникнуть вопрос, а где звук не может распространяться? Ну и ответ достаточно очевидный. Он не может распространяться там, где нечему колебаться. Например, это может быть космос, где частички чего-либо, там, газа или воды, если и есть, то они настолько далеки друг от друга, что колебания одной не передаются на соседнюю. Другими словами, вакуум — это лучший звукоизолятор. Давайте немножко отойдем от изучения непосредственно самого звука и углубимся, не углубимся, в теорию колебаний. Это нам поможет очень и очень многое понять в нашей практической работе. Если звук — это, по сути, колебание, то его можно представить в виде трех составляющих или, говоря более научно, описать тремя параметрами. Если смотреть на маятник, то частота говорит о том, сколько колебаний успеет сделать маятник за единицу времени. Если говорить про звук, то частота описывает, насколько быстро зоны сжатия и растяжения будут сменять друг друга за единицу времени. Мы, люди, воспринимаем этот параметр как высоту звука. Чем выше значение частоты, а значит чаще сменяют друг друга зоны сжатия и растяжения, тем более высоким будет в нашем понимании звук. В примере с маятником амплитуда описывает, насколько далеко маятник будет отклоняться от положения равновесия. А в отношении звука амплитуда подразумевает, насколько высокое давление возникает в зоне сжатия. Мы, люди, воспринимаем этот параметр как громкость звука. Чем больше амплитуда, а значит выше давление в областях сжатия, тем более громким нам будет казаться звук. Очевидно, что любой параметр связан со временем. Ну, потому что так или иначе они происходят с течением времени. Но, чтобы не путаться и упростить себе жизнь, когда мы будем говорить о времени как отдельном параметре, описывающем колебания, мы будем иметь в виду следующее. Либо то, что звуку нужно время, чтобы дойти от одной точки до другой. Или, если есть два или больше разных сигнала, то какой-то из них может дойти до слушателя раньше, чем остальные. Другими словами, они смещены по времени между собой. Эти два случая достаточно очевидны и понятны. Но, кроме этого, есть ситуации, когда смещение между двумя сигналами настолько мало, что оно может уместиться в пределах одного периода колебаний. В каких случаях принято говорить о фазовом сдвиге? В практике звукооператора это очень важное понятие, которое влияет на очень многое при настройке звука. Поэтому давайте сначала разберемся, что такое смещение по фазе или фазовый сдвиг, а потом посмотрим, как это влияет на то, что мы слышим. Для простоты представим, что у нас есть два абсолютно одинаковых сигнала и по частоте, и по амплитуде. Так вот, если один сигнал будет отставать от другого по времени в пределах одного периода колебаний, то это и будет называться смещением по фазе. Тонкий момент заключается в том, что смещение по фазе не может длиться бесконечно. После окончания одного периода колебаний следует начало другого. А значит, смещение по фазе возможно только международными началом и окончанием одного периода. Если один сигнал отстал от другого так, что начало его периода колебаний совпало с окончанием периода колебаний другого сигнала, то с точки зрения фазового сдвига расхождения между сигналами больше нет. Фазовый сдвиг равен нулю. Если смещение между периодами колебаний бегает по замкнутому кругу, то и описывать эти смещения удобно, используя кругу. Именно поэтому смещение по фазе удобно измерять в градусах. Вспомним школьную программу по геометрии. 0 градусов, смещения нет. 90 градусов, или четверть круга. Это значит, смещение равно четверти периода колебаний. 180 градусов, половина круга. Смещение на половину периода колебаний. 270 градусов, три четверти круга. Смещение на три четверти периода колебаний. 360 градусов, полный круг. Смещения нет. Так чем же так важны для нас все эти фазовые смещения? А важность эта заключается в том, что все колебания, которые только есть в данный момент в конкретной среде, они взаимодействуют друг с другом, или, как любят говорить, складываются. И в зависимости от того, в какой фазе они находятся по отношению друг к другу, будет зависеть результат этого сложения. Это легко понять, если отойти от сухой теории и снова представить себе зоны сжатия и растяжения в среде. Если, скажем, зона сжатия одного сигнала совпала с зоной растяжения другого, то в результате эти сигналы взаимовычитаются, или, говоря проще, начинают мешать друг другу, и при определенных условиях могут полностью заглушить друг друга. Колебания затухают, и наступает полная тишина. Про такой случай говорят, что фаза смещена на 180 градусов, или по-другому, сигналы находятся в противофазе. Или в противоположном случае, зона сжатия одного сигнала попала на зону сжатия другого. Тогда их взаимные усилия складываются, и в результате их обобщенные колебания становятся более интенсивными. А если говорить про слышимый для нас эффект, то звук становится более громким. Про такой случай говорят, что сигналы синфазны, то есть их фазы совпадают. В наших дальнейших занятиях мы еще не раз убедимся, насколько сильно фазовые сдвиги влияют на звук, и как важно для нас это учитывать. Итак, мы с вами выяснили, что такое звук, и как он может проявляться в физическом мире. Мы узнали, что звук как процесс может быть описан тремя параметрами – амплитуда, частота и фаза. Это и есть тот фундамент, на котором строится вся теория по звукорежиссуре. По большому счету, все приборы обработки звука, они влияют на какой-то из этих параметров, или на комбинацию из них. И поэтому я очень прошу вас, чтобы вы внимательно проверили себя, все ли вам понятно из всего того, что я рассказывал. Если возникают какие-то вопросы, вы можете пересмотреть видео еще раз, или полезть в интернет, поискать альтернативные источники информации. Пишите вопросы в комментариях под видео, я постараюсь на них ответить. В следующем видео мы поговорим с вами о физиологии человека и о том, как мы слышим. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok